Всем привет, друзья! Гранта мне снова подкинула небольшой такой сюрприз. Заметил я такой момент, что у Гранты пропал практически накат, то есть машина перестала катиться, да? То есть где-то даже под горку, если стоишь в пробке, бросая тормоз, машина не катится. Плюс добавлялся небольшой писк тормозов, и все это в совокупности доставляло очень большой дискомфорт, но как-то все откладывал-откладывал, но вот в один прекрасный момент я остановился на светофоре, но тронуться уже было очень проблематично, потому что машина присаживалась на одну сторону, и ехать совершенно не хотела. Ну, что делать? Нужно было как-то от светофора отъезжать, побольше оборотов, ну и, собственно говоря, припарковался на обочине, тут дело понятное, что заклинил какой-то тормозной цилиндр. Итак, что нужно делать в такой ситуации? В первую очередь нужно понять, с какой стороны какое колесо у вас клинит. Это сделать довольно-таки просто. Выходите из машины и щупаете каждое колесо. Если какое-то колесо будет очень горячее или горячее других остальных колес, значит, скорее всего, проблема именно в этом колесе. В моем случае это было левое переднее колесо, даже сам диск, колесо, шина, все нагрелось до приличной температуры, пока я припарковался. То есть это нужно сделать обязательно, чтобы понимать, в чем у вас проблема, да, какой цилиндр у вас закис, чтобы элементарно даже купить запчасть для ремонта. Подождал, пока немножко подостынет, нажимал педалью тормоза, вроде бы отпустило, вроде бы можно ехать. Ну и, собственно говоря, я поехал, колесо немножко подтирало, но уже не так сильно, то есть его не клинило, но делать нужно, сами понимаете, это все-таки тормоза. Разрабатывать цилиндр, заливать его ВДшкой, тормозухой и так далее, чтобы его расклинить, пробовать его разработать, я считаю, что это не тот узел, с которым нужно это делать. Ну, бывают, конечно, экстренные ситуации, да, чтобы вам откуда-то просто уехать или куда-то срочно доехать, хотя бы там до сервиса, да, можно это сделать. Но, если вы делаете это все основательно, лучше заменить целиком тормозной цилиндр, тем более, что на автомобиль Lada Granta он, как бы, ну, стоит не так уж и критично. Что я, собственно говоря, и сделал, я заменил тормозной цилиндр, прокачал тормоза и, как бы, накату автомобиля снова появился, поэтому здесь с этим проблем никаких нет. Поэтому, друзья, если у вас такая же проблема, проверяйте, смотрите, какой тормозной цилиндр у вас подклинивает, ну, и дальше уже принимайте решение, что делать. На этом у меня все, друзья, подписывайтесь на канал, всем добра, всем пока!